Молитва под взрывы снарядов. Это президентский дворец Афганистана. Здесь по случаю исламского праздника Идалятха проходит религиозная церемония с участием президента Ашарафа Гани. А на фоне слышны звуки падающих ракет и взрывы. Несмотря на это, почти никто из присутствующих не испугался, и молитва какое-то время продолжалась в обычном режиме. Однако позже участники начали в спешке уходить. Инцидент произошёл в столице Афганистана во вторник. Кто стоит за атакой, пока не сообщается. По данным Министерства внутренних дел страны, у дворца разорвалось три ракеты. О пострадавших или повреждениях также пока ничего не сообщается. Боевики Талибана отрицают свою причастность к нападению. При этом, в отличие от нескольких предыдущих лет, на этой неделе талибы официально не объявили о прекращении огня в связи с религиозным праздником. В последние недели обстановка в Афганистане накалялась. В то время как США выводят свои войска из страны, Талибан начинает крупномасштабное наступление, захватывая районы и пограничные переходы. В горы мусора превратилось имущество многих жителей бельгийского городка Пепенстер, пострадавшего от небывалого наводнения. Стихия унесла 36 жизней, около 130 человек пропали без вести. Их продолжают искать. Кроме того, более 50 жителей пострадали. Власти объявили 20 июля – днём национального траура. Анна Гарния могла потерять сына и внуков, которые обычно спят на первом этаже дома. По счастливой случайности, в ночь наводнения их там не было. «У меня был нервный срыв. Я старалась держаться сама и поддерживать сына. Но вчера сдалась». Наводнение началось после проливных дождей в Европе, вызванных циклоном Бернт. В Бельгии наиболее пострадал южный регион Волония. «Мы живём в этом доме уже больше 45 лет, и река ни разу так не разливалась. У нас были сады, небольшая терраса. За эти три часа вода поднялась и затопила всё, вплоть до кухонного окна. Вот всё, что осталось. Раньше это был великолепный сад». Наводнение разрушило автомобильные и железные дороги, а также повредило сотни зданий. Десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Более 37 тысяч домов остались без электричества и питьевой воды. Тем временем в Германии наиболее пострадавшие от разгула стихии пытаются восстановить электросети. «Мы бросили сюда дополнительные силы. Нам также помогают работники, приехавшие со всей Германии. Это позволяет нам ежедневно подключать к электричеству всё больше домов». Некоторые здания сильно повреждены и нуждаются в восстановлении. Такие дома электрики пока обходят стороной. В Германии стихия унесла жизни более 160 человек, ещё более 1300 пропали без вести. От наводнения также пострадали Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Чехия и Великобритания. Кроме того, большая вода пришла в Австрию, Венгрию и Польшу. Сирены, слезоточивый газ и водомёты. Так колумбийская полиция реагирует на агрессию со стороны протестующих. На улицы Богаты и других крупных городов Колумбии снова вышли тысячи человек. Они протестуют против второго варианта налоговой реформы. Проект закона уже поступил на рассмотрение парламента. «В связи с насилием и беспорядками арестованы шесть человек, которые попытались запятнать мирный и демократический протест. Мы не можем двигаться вперёд с насилием и вандализмом. Это можно сделать только мирно, выражая своё мнение». Массовые волнения в Колумбии начались ещё в конце апреля. Тогда президент Иван Дуки представил свой первый план повышения налогов. Позже глава государства отозвал законопроект на доработку. После того, как обновлённый вариант представили парламенту, протесты продолжились. Люди требуют повысить уровень жизни, предоставить больше возможностей для молодёжи, а также защитить их от насилия со стороны полиции. «Этот социальный взрыв начался 28 апреля. Так колумбийцы выразили протест против насаждения неолиберальной модели, а также насилия в отношении общественных деятелей по всей стране». Изначально законопроект предусматривал повышение НДС на продукты питания и коммунальные услуги, а также отмену разных налоговых льгот. В новом варианте документа предложили повысить налоги для компаний. Правительство Дуки утверждает, что реформа крайне необходима для поддержки малоимущих семей во время пандемии. Нововведения также должны дать толчок ослабленной экономике. Однако протестующие считают, что вместо этого нужно создавать рабочие места и увеличивать расходы на образование молодежи. Дорога в будущее. В Нидерландах появилась самая длинная в мире велодорожка из солнечных панелей. Ее длина – 330 метров. Находится в городке Мартенсдейк провинции Утрехт. Теперь велопоездки можно сочетать с выработкой экологически чистой энергии. Первыми по велодорожке проехались ученики местной школы. «Это полезнее для окружающей среды. Лучше солнечные панели на велосипедной дорожке, чем ветряные мельницы. Ветряные мельницы другие. Птицы врезаются в них и погибают». Дорога состоит из нескольких слоёв. Сначала бетон, затем солнечные панели, а сверху – тонкое прозрачное защитное покрытие. Оно пропускает солнечный свет. Создатели экотрассы говорят, что такие панели почти такие же эффективны, как те, что устанавливают на крышах зданий. «Примерно 75% от того, что получается с крыши. Так что довольно много. Это плоская поверхность. Есть стеклянные конструкции. Но, тем не менее, мы можем производить 75% солнечной энергии по сравнению с крышей». Подобные велодорожки уже существуют в Нидерландах. Их разработчики хотят показать, что для выработки чистой энергии не нужно дополнительного места. «У нас густонаселённая провинция, где мало места. Поэтому нам важно максимально использовать существующее пространство. Так что, если есть возможность использовать дорогу для выработки энергии, это будет двойным преимуществом». Этот проект воплощают в жизнь в рамках более широкой климатической инициативы ЕС. К 2030 году блок планирует снизить выбросы СО2 на 55% по сравнению с показателями 1990-го. Поля, овцы, трава, пруд. Что может быть лучше для домашних собак, которые обычно ведут сидячий и лежачий образ жизни во дворах своих хозяев? На одной из австралийских ферм в штате Квинсленд псам дают возможность вдоволь насладиться тем, ради чего их создала природа. «Это служебные собаки, и они хотят служить». На ферме городских собак обучают охранять стадо, развивают их выносливость и просто дают возможность растратить энергию, накопившуюся за время сидения дома. «Эти собаки создают проблемы. Начинают подпрыгивать у заборов, лаять, рыть ямы, гоняться за машинами и так далее». У себя дома пёс по кличке Локи делает почти то же самое. Но его хозяйка говорит, что такая смена обстановки идёт собаке на пользу. «Я думаю, что он расслабляется, как только приезжает сюда и начинает бегать по кругу. Потом он идёт домой и становится намного спокойнее». Через этот центр проходят и собаки из приюта перед тем, как их заберут в новые дома. «За последний год у нас было около 70 собак, которые относятся к служебным породам или их помесям. Главное, на что мы обратили внимание, что они невероятно приободрились в такой среде». Владелец фермы тоже рад. Он видит своё призвание в том, чтобы помогать собакам и их владельцам. Каменные джунгли и река Хуанпу. Такой вид открывается из окон нового отеля в Шанхайской башне. Он расположен на высоте более 500 метров и занимает 13 этажей с 86 по 98. Выше него пока нет ни одной гостиницы в мире. «Мы предлагаем посмотреть на Шанхай с высоты птичьего полёта и увидеть не только часть города. У нас обзор на 360 градусов. Мало таких мест, откуда открывается настолько впечатляющий вид». Шанхайская башня устремляется ввысь на 632 метра. Это второе по высоте строение в мире после небоскрёба Бурдж-Халифа. «Я видел, как над всем Шанхаем не было ни облака. Но в некоторых местах шёл дождь. Видел, как солнце освещает один район, а во всех остальных – пасмурно и мрачно». Строительство отеля было сложным, поскольку в таком высоком здании нельзя использовать легко воспламеняющиеся материалы. «Мы использовали много металла, оргстекла для создания мозаики, ламинированного дерева, мрамора и камня. Из-за разных ограничений мы должны проявить творческий подход, чтобы сделать отель красивым». Всего здесь 165 номеров. Вестибюль находится на 101-м этаже. Также есть несколько ресторанов. Один расположился на 120-м этаже и претендует на звание самого высокого ресторана в мире. Кроме того, на нескольких этажах расположилась художественная выставка. Канадские туристы Паскаль и Натали отдыхают в Марракеше впервые с начала пандемии. В июне власти Марокко смягчили карантинные ограничения и стали впускать зарубежных путешественников. «Когда я приезжаю в Марракеш, не хочу ехать больше никуда. Я влюблена в этот город, поэтому сейчас я счастлива». Но гостей пока мало. Этот отель заполнен на 62% и только 12% постояльцев – иностранцы. «Границы открылись 15 июня. После этого прибыло немного иностранных туристов. И бизнес стал понемногу восстанавливаться. Но это ещё не полное восстановление». Многие туристы приезжают в Марракеш не в первый раз. Город славится фруктовыми рынками и местной кухней. «Я решил приехать в Марокко, поскольку бывал здесь и раньше. Люди тут гостеприимные и приятные. Еда великолепная и погода отличная». Марракеш также знаменит благодаря своим садам и паркам. Например, сады Минара заложили ещё около 900 лет назад. «Мне нравится Марракеш. Это очень красивый город. Здесь много ремёсел, жизнь дешевле. И мы можем позволить себе больше, чем во Франции или в Европе». Впрочем, санитарные меры по-прежнему нужно соблюдать. «Здесь очень комфортно. Такие же правила я соблюдал и в своей стране. Так что нет проблем. К сожалению, из-за ковид мы вынуждены жить с ограничениями, носить маски. Но выбора нет». В отелях для гостей также подготовлены антибактериальные средства для рук, а персонал дезинфицирует поверхности и воздух в номерах. На старинных лодках и в причудливых нарядах британские королевские маркировщики выехали на Темзу, чтобы провести традиционный ежегодный подсчёт лебедей. «Взрослые птицы могут весить до 15 килограммов. Размах крыльев у них – два с половиной метра». В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии. При этом, в отличие от других диких животных, лебеди от коронавирусных ограничений не выиграли. Наоборот, им стало сложнее вывести потомство, поскольку больше людей начали проводить время на берегах реки. Птицам угрожают рыболовные снасти и собаки. Есть и другие проблемы. «В прошлом году участились случаи стрельбы по лебедям. Также были проблемы с загрязнением реки. Стрельба, я думаю, вызвана тем, что молодые люди могут пойти в магазин и купить пневматическую винтовку. Потом они идут к реке, берут большую белую мишень и бах! И это ужасно. Но мы пытаемся с этим бороться». Традиция подсчитывать лебедей берёт начало в 12 веке. Тогда английские монархи объявили, что владеют всеми лебедями-шипунами в стране. «Тогда лебеди считались очень изысканным угощением. Их подавали на банкетах и перах. Конечно, сегодня пересчёт лебедей связан с их сохранением и образовательной работой». Шипунами этих лебедей прозвали из-за того, что самцы могут издавать шипящие звуки в период гнездования в марте. При этом, как правило, птицы образуют пары на всю жизнь. В этом году временно пересчёт лебедей сократили с обычных пяти до трёх дней.